МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на телеканале «Радость моя». Я постараюсь ответить на вопросы, которые приходят от вас на нашу почту. Закон Божий. И тема, которую сейчас мы коснемся, обозначена упование на Бога. Моей маме 80 лет. У нее серьезная сердечная недостаточность. Ей все хуже и хуже. Лечиться не хочет. Упывает только на Бога. Можно ли ей так поступать? И что мне делать в этом случае? Спрашивает раб Божий Евгений. И отказываться от медицины – не самое лучшее решение. Но трудно командовать таким пожилым человеком. Ведь любое насилие воспринимается негативно, а тем более в таком возрасте. Вот очень важно уговорить маму, чтобы она согласилась, чтобы пришел священник, чтобы ее поисповедовал, причастил, пособоровал. И если обратиться за помощью к Господу Богу, может быть, мама согласится и на то, чтобы к ней врач пришел. Мало ли, если Господу угодно, и еще, чтобы продлились ее дни. Но как бы события даже не развивались, очень важно. Человеку, особенно в конце своего земного пути, он не так, наверное, приближается с возрастом 80 лет, чтобы человек исповедовался, причащался регулярно. Это самое главное. Несостояние наше физическое. Конечно, медицину призвано его поддерживать. Это Богом благословляется тоже. Но самое главное – это состояние нашей души. И если человек причащается, то это замечательно. И постарайтесь решить вот эту проблему. Я надеюсь, что и другие тоже решатся. В Библии написано, что нужно искать, прежде всего, Царствие Божие. А что это значит? Как его найти? Спрашивает раб Божий Андрей. Надо понимать, что Царствие Божие – это Царство не от мира сего. Оно может быть в сердце человека. Господь так и говорит. Царствие Божие внутрь вас есть. В сердце человеческом. В сердце любящем. Потому что Бог есть любовь. Вот если мы любим друг друга, значит, мы действительно чадо Божие и наследники его царства. Значит, вот, любовь. Любовь имеет массу проявлений. И забота друг о друге, и внимание друг к другу. И такое вот понимание, тонкое понимание человека дает любящее сердце. И когда в отношениях с людьми наступает гармония, это тоже прямо как в Царстве Небесное. Вот к этому и призывает Господь нас здесь. Пусть в идеале мы достигнуть его не можем, пусть вот подчас наш человеческий грех разрушает вот то настоящее, то единственное, то драгоценное, что создается усилиями нашими добрыми, вот все равно может что-то произойти. Тем не менее, мы можем стремиться вот к такому отношению друг к другу, когда действительно скажешь, вот как у Христа за пазухой. Такое вот народное выражение. Вот, собственно, это вот, если так вот простыми словами объяснить, есть Царствие Небесное, Царствие Божие. И к этому мы должны все стремиться. Нужно ли просить у Бога что-то конкретное? Супруга, ребенка, здоровье. Бог ведь сам видит все наши нужды и сам знает, когда, кому, что послать. Или надо просто положиться на волю Божию, что Он посылает, то и слава Богу. Но ведь Господь сказал, просите, и дано вам будет. Значит, все-таки надо просить? Да, Юлия, конечно, надо просить. Но только вот в том списке, который вы перечислили, супруг, ребенок, здоровье, действительно Господь обо всем этом ведает. Но если девушка хочет создать семью и просит, чтобы Господь послал ей хорошего, доброго, любящего мужа, ничего там плохого нет, пусть просит. Если муж и жена, которые живут в любви и согласии, хотят детей, слава Богу, как хорошо, и пусть они об этом тоже попросят. Что касается здоровья, то здесь немножко тоньше. Хотя можно, конечно, его тоже просить. Но Господь иногда посылает нам болезни, скорби, для того, чтобы мы глубже заглянули в свою душу. Ну, вот, как известно, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот Господь посылает какие-то скорби, болезни, чтобы мы обратились к Нему. Так что вот о здоровье просить, может быть, и не обязательно. Господь действительно ведает, что вы хотите быть здоровым, все, каждый хочет быть здоровым. Это естественно. А вот просить, чтобы Господь приложил веру, чтобы научил любить, чтобы Господь даровал мужество, потому что жить в наших условиях совсем непросто. Действительно бывает подчас. Страшновато. Ну, вот, если Господь с нами, если человек мужествен, он найдет выход из любого трудного положения. Вот надо просить, прежде всего, о духовных дарах. Вот Господь так и говорит, ищите Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Вот если мы стремимся приобретать духовные дары, то и остальное тоже нам приложится. Теперь я постараюсь кратко ответить на несколько вопросов. У меня грудной ребенок. Можно ли читать утренние и вечерние молитвы при нем, или лучше уединяться? Анна, мне кажется, что лучше читать при младенчике. Пусть он с пеленок видит молящуюся маму, пусть он слышит слова молитвы. Они очень глубоко укореняются в детском сознании, пусть он, так сказать, рационально не может их осмыслить, но это благотворно сказывается для его души. Некрещеная может стать крестной или нет? Нет, некрещеная не может стать крестной. Так что, Екатерина, это невозможно. Нужно искать его другого. У нас в доме есть иконы, которые совсем выцвели. Осталась только белая картонка от изображения. Что делать с иконами, которые уже состарились? Да, Наталья, это такая проблема, которая, я думаю, многих касается. Мне кажется, что их нужно отнести в храм. При каждом храме есть такая особая печка, где вот сжигаются, например, записочки или еще вот нечто, что просто так вот выбросить в помойку нельзя. Вот можно сжечь и такие иконочки. Как церковь относится к гаданиям? Церковь к гаданиям Андрей относится резко отрицательно. Меня поздравили с днем рождения раньше времени. Не может ли это навлечь на меня неприятности? Вот мы, наверное, присоединимся к этим поздравлениям уже сильно после вашего дня рождения, Наталья. Но ни преждевременные, ни опоздавшие поздравления навлечь неприятности на вас не могут. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Прощаюсь с вами. Пожалуйста, присылайте ваши письма на сайт Закон Божий. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Господь с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!